Ксения, что наиболее важного сказала фон дер Ляйн сегодня? Сегодня она очень много внимания уделила Украине, России, войне, а также будущему тех стран, которые считаются кандидатами или надеются стать кандидатами на вступление в Евросоюз. В частности, она сказала, что одним из самых главных посылов ее речи должно быть то, что Молдова, Грузия и Украина это европейская семья и что без них она не мыслит будущее Европы, не мыслит будущее Евросоюза и то, что они должны об этом знать. Также она рассказала о том, какая помощь была предоставлена Украине, как она выразилась команда Европа, не считая военной помощи, уже предоставила Украине более 19 миллиардов евро финансовой помощи и на этом они останавливаться не собираются. Зал приветствовал решение аплодисментами, но кроме того, она еще раз напомнила России, что санкции в ее отношении в связи с военной агрессией в Украине никто отменять не собирается, они остаются в силе и что сейчас самое главное, это солидарность Европы в этом отношении и ни в коем случае не идти на уступки, несмотря на повышение цен на газ, электричество. И в связи с этим она также предложила, вернее еще раз представила пакет Еврокомиссии, пакет мер, который включает в себя 140 миллиардов евро подушки для потребителей, за счет чего будут выиграны эти средства, за счет налога на сверхприбыль тех компаний, которые получили огромную выгоду за счет повышения цен на энергоносители. Ксения, на фоне агрессии против Украины Евросоюз решил отказаться от упрощенного визового режима для россиян. С 12 сентября действуют уже новые строгие правила. Я знаю, что ты беседовала с официальным представителем Еврокомиссии по миграции, Анит и Хипер. Многие опасались, что вот эти новые ужесточенные правила, что они коснутся и критиков Кремля. Насколько такие опасения справедливы? Что сказала пресс-секретарь? Она сказала, что эти опасения не обоснованы, потому что, несмотря на то, что правила уже не облегченные, именно для такой категории желающих приехать в Евросоюз будут делаться исключения. В эту категорию входят диссиденты, независимые журналисты, которые критикуют Кремль, либо какие-то гуманитарные ситуации, например, когда люди вынуждены просить политического убежища. Она подчеркнула, что в данном случае существуют рекомендации Евросоюза, Еврокомиссии. И это международные правила, когда людям нельзя отказывать от рассмотрения таких заявок. Ну а кроме того, то, что страны вольны в каждом случае индивидуально решать, помогать человеку, облегчать ему въезд или нет. Ксения, ну вот отдельные страны ЕС, они решили не пускать к себе даже тех россиян, у кого есть действующая шенгенская виза, если она выдана в другой стране. Насколько с этим вообще согласны в Брюсселе? Потому что все-таки Евросоюз от выдачи виз россиянам, в том числе туристических, не отказался. Да, Евросоюз, в общем-то, не спорит с такой политикой, потому что он говорит, что страны могут, в общем, запретить въезд на основании собственных опасений. Они могут не пускать людей в страну, несмотря на то, что у них может быть шенгенская виза. Что все это рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае. Ну а кроме того, конечно же, у стран должны быть основания на определенные решения. В частности, если они решили не выдавать шенгенские визы, это должно быть основано на конкретных опасениях. Опасениях, например, в отношении международной ситуации, международных отношений. Это могут быть рассмотрения конкретных лиц, как угрозы безопасности страны, внутренней или какой-либо другой. Она привела, например, в шпионаж, она привела, например, в пропаганду, контрабанду, а также возможную торговлю людьми. Продолжение следует...